Более трех тысяч жителей региона, принимавших участие во всероссийской переписи населения 2010, удостойны государственных наград. Специальными медалями от Росстата отмечен труд переписчиков, инструкторов, руководителей переписных участков, всех тех, на кого лег сбор демографических, социальных и экономических данных о россиянах. Из Воложского репортаж Игорь Морозов. С 14 по 25 октября 2010 года тысячи людей по всей стране, оставив домашние дела и личные интересы, участвовали в деле общественном, всероссийской переписи населения. И вот теперь, спустя два года, большинство из тех, кто собирал данные о соотечественниках, говорят о проделанной работе с чувством удовлетворения. В 2010 году ведь первый раз компьютером проверялись, и надо было, чтобы все документы были, вот именно, чтобы компьютер мог читать. И поэтому перепроверяли, и все это ответственно очень. Неправильно поставленная цифра уже тянула за собой, что отец был женат на сыне. Да, малейшее, да, не туда поставили, не ту циферку, и искажалась вся картина. Поэтому за каждым переписчиком проверял инструктор, а заведующий участком проверял уже за каждым инструктором. Так что вот это была только тяжелая часть работы проверочная. А так работа с людьми приносила большое удовольствие. Самые активные участники переписи отмечаются государственными наградами. Из 10 тысяч жителей Волгоградской области, кто работал переписчиком, инструктором, начальником переписных участков, медали Росстату достойны чуть более 3 тысяч человек. Данная награда была для меня неожиданной. Я старалась от всей души. Старалась не просто на награду, а старалась для, как я и говорила, уже для общего дела. И когда мне позвонили, сообщили о ней, мне было очень приятно. Следующая перепись населения состоится у нас в 2020 году. Для того, чтобы объем собранной информации был как можно более полным, уже сейчас обсуждается возможность привлечения к масштабному мероприятию информационных технологий. Вписать себя в историю страны можно будет с помощью домашнего компьютера. Не исключено, что будут использоваться такие варианты, как, допустим, проведение переписи через интернет или при помощи электронных носителей. То есть, может быть, будем ходить от традиционных способов переписи на бумаге, на бумажных листах, использовать передовые технологии. Что же касается результатов переписи 2010 года, то численность населения нашего региона по сравнению с более ранними данными снизилась. В то же время Волгоград смог подтвердить звание города-миллионника. Игорь Морозов, Наталья Стеганцева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.